Всем привет! Да, зя хао! На этом уроке мы разберем такую большую тему, как идиомы, фразеологизмы, а также затронем тему, как сказать «мне надо острое, не острое, сладкое, соленое» и так далее. Итак, давайте начнем сначала. Поговорим, что такое фразеологизмы и идиомы, готовые выражения, и какое место они занимают в китайском языке. Готовые выражения – это неотъемлемая часть китайского языка, а также китайской культуры. И именно по этой составляющей можно определить, в какой степени человек грамотен и образован. Конечно, в современное время в Китае, как и в России, все реже и реже используются эти самые фразеологизмы. Но все равно, по моему мнению, китайцы гораздо больше внимания уделяют фразеологизмам и идиомам. Очень многие считают, что фразеологизмы – это только одно вот это «чхангю». На самом деле, это один из видов всех готовых выражений. Итак, давайте все разложим по полочкам. В Китае живет такой ученый-лингвист Ма Гуофан, и именно его классификацию вот этих готовых выражений берут за основу. То есть, во главе стоит «шу ю». Это общее название, это готовые выражения. И вот именно это «шу ю» делится на пять видов. «Чхэнгю», «су ю», «янь ю», «се хоу ю», «гуан юн ю». И именно вот этот вид «чхэнгю» пользуется большей популярностью. И многие считают его за основу. Фразеологизмы бывают как и похожие на русский, так и не похожие. То есть, есть аналоги, например, «море людей». А в китайском будет, если дословно перевести, «человек гора», «человек море». То есть, «жэншань», «жэнхай». «Море людей» и «боры людей». В принципе, схожесть есть, да. А есть такие, и которых нет в русском языке. И если иностранец какой-нибудь выучит несколько этих фразеологизмов в видеом, и если он будет использовать в своей речи эти фразеологизмы, то в глазах китайца он сразу поднимется, и китайец будет думать, да, он действительно разбирается в китайском языке. Сегодня мы выучим один фразеологизм. «Кислое», «сладкое», «горькое», «острое». Если перевести дословно. Попробуйте догадаться сами, что может обозначать этот фразеологизм. И поставьте видео на паузу. Итак, этот фразеологизм обозначает радости и горести жизни. На самом деле, можно было догадаться. Еще скажу, что некоторые фразеологизмы, например, вот этот, либо «море людей», вот «жэншань», «жэнхай», «море, горы людей», учатся относительно легко. А вот некоторые, которых встречаются либо какие-то очень редкие иероглифы, либо которые мы в повседневной речи, мы иностранцев в повседневной речи не используем, и поэтому не всегда легко догадаться, что же значит этот фразеологизм. И приходится отдельно заучивать слова, иероглифы, но со временем это все вылетает из головы, и надо снова все учить. Но это уже отдельная тема. Итак, сегодня я взял именно этот фразеологизм, чтобы выучить не только эту идиому, но и такие прилагательные, как «кислое», «сладкое», «горькое», «острое», так как они тоже очень важны. Итак, разберем вопрос. «Дже, ши, ла, дама» – это «острое». «Дже, ши» – мы уже знаем. «Дже» – это «это», «ши» – являться. «Ла» – «острое», мы только что во фразеологизме видели, это «ла». «Дже» – это частица, которая делает прилагательное, то есть «острое» – это «острое», «ма» – это вопросительная частица. «Дже» и «ма» – они нулевой тон, то есть не надо какой-то акцент делать на них. Дам вам легкий способ. Если вы что-то услышали со словом «ла», вот с этим «ла», то вас спросили про острое, и если вы не едите острое, то следующая фраза, которую мы разберем, вы будете ее говорить. Почему мы говорим «пу-яо», а пишется «пу-яо»? Потому что если после «бу», «бу» – читается четвертым тоном, после «бу» – стоит четвертый тон, как здесь «бу-яо», то вот это «бу» – переходит во второй тон и читается «бу-яо», «бу-яо», «бу-яо лады». То есть мы говорим «не надо острого». Например, вы пришли в какой-то ресторан, кафе, и заказали еду, и можете сразу сказать «бу-яо лада», чтобы они уже знали и не добавляли перец. Это мы заранее сказали «нам не надо острое». Но до этого мы спросили «это острое?» и «какой может быть ответ?» Сейчас разберем. На самом деле ответов может быть огромное количество, и нельзя предугадать, какая будет степень прилагательного, то есть «очень», «слишком», «средняя». Но на мой взгляд, самые встречающиеся и самые базовые. Это «хэн» и «фэйчханг». Еще одно сейчас вспомнил. Тоже, наверное, оно встречается гораздо чаще, чем «хэн». И «хэн» и «фэйчханг» оба встречаются «очень». Вот это «тхэбье», «тхэбье», «ла», «фэйчханг», «ла». «Тхэбье» — это «особеного острого». «фэйчханг» — это «очень», «большая степень», чем «хэн», который мы разобрали до этого. Итак, подведем итог. За сегодня мы выучили огромное количество слов, и главное нужных слов. Слово «чхэнгю» — идиома. «хэн» — «очень», «бу-яо», «не надо». Саму идиому «суань», «хэн», «ку», «ла» — «горести и радости жизни». «суань», «кисло», «хэн», «сладко», «ку», «гойко», «ла» — «острое». Итак, еще два прилагательных, которые мы за сегодня выучили. Это «тхэбье» — это «особенный», «специфический», и «фэйчханг» — это «очень». Ну вот и все. Надеюсь, этот урок был интересным и познавательным для вас. Удачи в изучении китайского и до скорых встреч. Зайдзен!